Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Снести нельзя достроить. В Бобруйском горосполкоме расставили знаки припинания в вопросе долгостроя. Еще остаются проблемные вопросы, проблемные объекты, с которыми необходимо, конечно же, проводить серьезную работу. Кто портит имидж города? В БАН свыше тысячи белорусов стали жертвами аферистов в Инстаграм. За 11 месяцев текущего года на территории города Бобруйска зарегистрировано 140 преступлений в сфере мошенничества. О чем говорит формулировка за ценой в Директ. Цвет погоды оранжевый. Страну накрыли снегопады и оттепель. Троллейбусные маршруты первоначально, подъемы и спуски, то есть мосты, путепроводы. Чего еще ждать от декабря? А также очередная амнистия, безопасный атом и новогодний декупаж. В колледже Ларина приступили к созданию елочных игрушек. Что в тренде? Не довели до ума. В горы с полкоми обсудили судьбу долгостроев. Внимание к этой теме в нашей стране уделяется на самом высоком уровне. Президент не раз давал поручения разобраться и навести порядок. Процесс контролируют сотрудники КГК. Что касается Бавруйска. Только за девять месяцев этого года количество таких зданий сократилось до 21. Хотя еще в начале 2020-го их было 83. О глобальной проблеме городов Карина Гуревич. Снести или достроить? Вот в чем вопрос. На заседании горы с полкома обсуждают незавершенное строительство. Запустить все замороженные стройки – задача непростая, но выполнимая. На этой проблеме президент акцентировал еще в прошлом году. Ее решение было поручено Комитету госконтроля. И если в 2020-м таких зданий в Бавруйске было 83, то уже к началу 2022-го их количество снизилось до 62. По состоянию на 1 октября текущего года в Бавруйске числится 21 объект. Все запланированные на третий квартал мероприятия выполнены. За исключением государственного учреждения культуры, парк культуры и отдыха города Бавруйска. Решить проблему можно несколькими способами. Достроить, перепрофилировать, продать, передать безвозмездно или снести. Под последний пункт в нашем городе попадают сразу три проекта. Административно-бытовой корпус машиностроительного завода, один из цехов мясокомбината и многоэтажный склад Бавруйск-трикотажа. Голые каменные блоки, граффити и печальный вид строительства на территории этого завода началось еще в 1992-м. Но так и не закончилось. Работы остановились на пятом этаже. Решение судьбы склад ждал аж 30 лет. И вот итог. Снести его должны до 2025-го. В завершение ждут еще три городских объекта. Все в молодежном микрорайоне. Инженерные сети на строителей, в том числе канализация, связь, тепло и электроснабжение, проводят по мере застройки. То же касается и дороги по бульвару Переберезенскому. Доделают ее уже в этом году. В следующем возьмутся за Пуховскую. Она свяжет улицы вплоть до Днепровской флотилии. Для того, чтобы уйти от проблемы с долгостроями, мы пересмотрели подход к проектированию объектов. В настоящее время мы разрабатываем проекты уже более меньшей протяженностью с учетом обеспечения финансирования и социальной значимости. Вот так выглядел один из самых старых долгостроев Бобруйска еще в 2017-м. Бетонная коробка на проспекте строителей не давала покоя местным жителям больше 25 лет. Уже сейчас здесь располагается современный торговый центр. Рядом облагороженная территория с лавочками и парковкой. Идеальный пример, как заброшенные проекты получают вторую жизнь. Было принято решение строительства торгового центра. По большому счету строительство длилось не так быстро. За год был построен. В течение пяти лет работы, я думаю, и учредители, которые занимались вот этим инвестпроектом, и жители микрорайонов 5-го, 6-го и 7-го, очень надеюсь, что довольны тем, что у них в микрорайонах появился такой объект. Еще одна замороженная стройка, этажерка на Минской, занимала немалую территорию вплоть до 2021-го. Теперь здесь возведут многофункциональный центр больше, чем на 6 тысяч квадратов. Такие примеры показывают, в Бобруйске нет места незавершенным проектам. Нарушителей наказывают рублем. Физлицам грозит штраф до 10 базовых, юрлицам и вовсе до 200. Город Бобруйск достаточно провел серьезную работу с этими объектами и сократил их количество более чем в три раза. Это нельзя не отметить. Вместе с тем еще остаются проблемные вопросы, проблемные объекты, с которыми необходимо, конечно же, проводить серьезную работу. Всего в Могилевской области более 300 долгостроев. Восьмая часть всех незавершенных проектов республики. А заброшенные здания, как известно, не только портят внешний вид городов, но и представляют опасность. Только в этом году вторую жизнь получили 700 таких построек, бывшие производства, амбулатории и базы отдыха. Благодаря чему появились новые рабочие места и социальные объекты. Карина Гуревич, Максим Галенка, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Обирают до нитки. В городе выросло количество преступлений в сфере мошенничества, плюс 40% по сравнению с прошлым годом. Аферисты продолжают орудовать по старой проверенной схеме. Алло, мама. Но при этом не стоят на месте и придумывают новые варианты обмана. Особенно хорошо удается пускать пыль в глаза через соцсети. Только в Инстаграм подстрадало более тысячи людей. Чтобы обвести вокруг пальца, достаточно создать фейковую страницу любого магазина. Для правдоподобности накрутить подписчиков, добавить комментарии, площадка для работы готова. Но самое главное – снизить стоимость товара, что не может не подкупить. После перечисления денег продавец исчезает с радара вместе с покупкой. За 11 месяцев текущего года на территории города Бобруска зарегистрировано 140 преступлений в сфере мошенничества. С начала декабря на территории города уже таких 8. На общую сумму свыше 1300 белорусских рублей. По последней статистике, основными жертвами обмана становятся вовсе не пенсионеры, как считалось ранее, а работающие люди от 35 лет. Стимулирующие выплаты, первые энергоблоки, время чудес. Уже через неделю стартует акция «Наши дети», на ком сделают акцент организаторы. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с Днем народного единства. От различных видов наказаний освободят 4,5 тысячи осужденных. Кроме того, еще для 4 тысяч срок будет сокращен на год. Помилование затронет несовершеннолетних, беременных и тех, у кого дети до 18, а также пенсионеров и инвалидов. В то же время мера не распространяется на статье террористической или экстремистской направленности. Более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии выработал первый блок БелАЭС с момента включения в сеть. Почти половина годового уровня потребления в реальном секторе экономики. Это позволило сэкономить порядка 3 миллиардов кубометров природного газа. Благодаря станции сокращаются и вредные выбросы в атмосферу. Строительство второго блока на финишной стадии. Общая готовность – 97%. Медработникам отменили базовую доплату и одновременно увеличили другие стимулирующие выплаты. Врачам-специалистам – на 55%. Медсестрам-фармацевтам, химикам, инструкторам-методистам физической реабилитации – на 50%. Также выросли надбавки профессорско-преподавательскому составу за лечебно-диагностическую работу. Они рассчитываются индивидуально и зависят от оклада. Постановление вступит в силу с нового года. Очереди на границах продолжают расти. Причина – сопредельные страны Евросоюза игнорируют договоренности по пропуску большегрузов. Наибольшее количество транспорта на литовском направлении – более 3000 грузовиков. За сутки перед пунктом Мядененкай проследовало всего 30% фур. Несмотря на напряженную ситуацию, контрольные службы Литвы оформляют 26 машин в час вместо положенных 55. Белоруссия активно готовится к акции «Наши дети». Она стартует 15 декабря. Праздник придет ко всем – в социальные приюты, малообеспеченные опекунские и семьи беженцев. В этом году акцент на помощь малышам с аутизмом и другими недугами. Запланировано и мероприятие во Дворце Республики, в котором примут участие ребята со всей страны. В программе также новогодний бал. Капризный декабрь. Накануне Беларусь накрыли отепель и снегопады. Работы прибавилось не только коммунальным службам, но и медикам. В топе обращений – гололедные и холодовые травмы. Возглавляет антирейтинг Гомельская область. Злую шутку играют и небезопасные забавы. Из года в год печальную статистику пополняют происшествия после катания на тюбингах. В Беларуси сохраняются сложные погодные условия. Число обращений к медикам увеличивается в два, а то и в три раза. Из-за перепада температуры появляется гололедица. Вместе с ней растет и количество травм. За последние две недели зафиксировано пять тысяч пострадавших. Четверть – дети. Ситуацию усложняют снегопады. Во-первых, есть места повышенной опасности. Тропинки, которые люди сами протаптывают, чтобы им было ближе идти. А не уличные тротуары, которые обрабатываются. Должна быть зимняя обувь, и она не должна скользить ни в коем случае. Поэтому всякие пластмассовые подошвы очень не подходят. Они на морозе становятся жесткими и крайне скользкими. На сегодняшний день дороже выпустили так называемые гаджеты противоскольжения. Ступеньки подъездов, пандусы, пешеходные дорожки коммунальщики расчищают первым делом. Затем в ход идет смесь соли и песка. Только в Первомайском районе задействовано 90 дворников. Когда погода преподносит неприятные сюрпризы, дополнительно привлекаются специалисты. Бывает, что и в 5 утра выходим, если уже сильно много снега. Сделать все возможно. Песок надо, привозим, посыпать. Людей надо, помогает чистить нам. Мы сами стараемся почистить. Доставляют нам инструменты, как положено. Бесперерывно трудится и техника. Только за смену снегоуборочная машина расчищает около двух километров дороги. Пескоразбрасыватели работают в усиленном режиме. В закромах депо свыше 6,5 тысяч тонн реагентов. Начинаем посыпать троллейбусные маршруты первоначально. Подъем и спуски, то есть мосты, путепроводы отрабатываем. Далее начинаем от центра и едем на окраины. Коммунальные службы призывают водителей не оставлять авто вдоль дорог, чтобы не мешать работе спецтехники. Госавтоинспекция тем временем рекомендует проявлять повышенное внимание и осторожность. Прогнозы синоптиков не дают расслабиться. Уже на выходных ожидаются сильный снег с дождем и порывистый ветер. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Тренд на ретро и хендмейд. Мастера колледжа Ларина создают новогодние украшения. Каждый сезон акцент педагоги и учащиеся делают на символ будущего года. В этот раз десятки видов зайцев, в первую очередь, керамических. В зависимости от размера статуэтка обойдется от 3 до 15 рублей. Есть также елочки, колокольчики и подсвечники. Небольшие деревянные изделия для зеленой красавицы по 3 рубля. А удивительные сани, в которые можно сложить фрукты или конфеты, оценили в 15. Техника выполнения очень разнообразная. От ручной росписи до техники докупажа, техника трафарета, техника монотипии и так далее. Выполняем новогодние картины. Это пейзажи, это натюрморты, это какие-то фрагменты новогоднего праздника. Трудятся здесь середины ноября и вплоть до конца декабря. Мастера уже создали больше 500 изделий. Спрос на игрушки и ручную работу с каждым годом только растет. Приобрести украшения можно в магазине и на территории колледжа на Крылова, 38. По будням с 8 до 17 часов. Это все и события, и это минусы. Смотрите нас в интернете и соцсетях в моем эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА